Всем привет, друзья! Недавно прошло очень интересное заседание Совета Безопасности ООН по Сирии. Да, давненько мы не смотрели, что там в ООН говорят о Сирии. Ну, собственно, сейчас посмотрим. Специальный послание генерального секретаря по Сирии Гейр Петерсон назвал создание Конституционного Комитета по Сирии потенциально историческим моментом. Он предупредил Совет Безопасности о том, что условия на местах должны улучшаться, чтобы дать переговорам шанс на успех в прекращении многолетнего конфликта. Вместе с тем он выразил глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением насилия в Идлибе и других районах Сирии. А вот член Сирийского Конституционного Комитета и Консультативного Совета Сирийских Женщин подчеркнуло, что, к сожалению, сирийские женщины сталкиваются с угрозами своим правам со всех сторон, не только из-за существующей дискриминации, заложенной в законе, но и со стороны таких групп, как ИГИЛ и Аль-Нусра, запрещенных в России организаций. Тем не менее, правозащитники из низовых политических движений продолжают организовывать и требовать права голоса в будущем страны, в том числе по вопросам справедливости, гражданства и конституционного процесса. Короче, политический процесс идет, хоть и с некоторыми трудностями, но идет, и это действительно может стать историческим моментом. Но это что касается Сирии, а что касается нас. У нас тут Новый год подходит, а это значит, что самое время делать подарки. И наши друзья с Урала могут помочь в этом. Они делают настенные часы из виниловых пластинок на всевозможные темы. Любимые музыкальные группы, спорт, машины, фильмы, сериалы, супергерои, рыбалка, охота, путешествия, да вообще все, что угодно. В каталоге более 3000 различных эскизов на всевозможные темы. Более того, часы можно сделать по вашему желанию, по фотографии или с логотипом компании, например. Короче, часы можно сделать вообще какие угодно. Часы из пластинки это оригинальный подарок за приемлемую цену для родных и близких, друзей, коллег, а для корпоративных клиентов еще и скидки. Часы пакуются в антивандальную упаковку, проверенную годами, так что хоть они и хрупкие, они доедут в целости до любого уголка нашей необъятной родины. Успевайте сделать заказ заранее, чтобы посылка точно дошла к вам до нового года. Ну а ссылка на наших друзей с Урала будет в описании под видео. Вернемся в ООН. После брифингов слово взял Дмитрий Полянский. Собственно, его речь я и предлагаю вам вместе со мной, как обычно, посмотреть целиком. Но это будет не конец, потому что после выступления Дмитрия Полянского ему решил ответить представитель Германии. И у них там завязался, скажем так, разговор. Но это будет после. Сначала речь Дмитрия Полянского. Благодарим спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена за брифинг, а также за ваши самоотверженные усилия по налаживанию межсирийского диалога. С интересом выслушали и вас, госпожа Сабах Аль-Халяк. Как нас только что информировал господин Педерсон, 30 октября в Женеве стартовал первый раунд межсирийских переговоров в рамках Конституционного комитета. Его создание и начало работы при решающем содействии астанинского формата стало безусловным достижением сирийского народа. Напомню о том, что идея образования Конституционного комитета была принята подавляющими, представляющими все слои сирийского общества участниками Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году. Положительно оцениваем первые итоги этого процесса, который призван определить будущее страны. Рассчитываем, что начинающийся на следующей неделе очередной этап переговоров пройдет в конструктивной атмосфере. Желаем сирийцам и Гейру Педерсону успехов. Согласны со спецпосланником, что это только начало длинного и непростого пути. Поэтому исходим из необходимости аккуратного отношения к межсирийскому диалогу. Недопустимы попытки вмешательства в эту работу, навязывание сирийцам решений, несовместимых с их национальными интересами. Также недопустимо установление искусственных временных сроков в движении требований об уступках, обращенных только к одной из сторон. Считаем важным напомнить и о ключевом принципе работы в рамках Конституционного комитета, который закреплен в резолюции 2254 СБООН и заключается в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами. Призываем всех коллег придерживаться этого принципа. Как страны-гаранты астанинского процесса, Россия, Турция и Иран готовы и далее оказывать содействие сирийским сторонам и спецпосланнику в поиске политического решения сирийского конфликта. При этом вся деятельность стран-гарантов астанинского формата будет основываться на неукоснительном уважении суверенитета, независимости, единстве и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Сегодняшний поворот к лучшему в деле политического регулирования создает условия для того, чтобы предпринять конкретные шаги по оказанию комплексного гуманитарного содействия в постконфликтном восстановлении Сирии. Жаль, что наши американские коллеги, как мы только что услышали, по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс. Госпожа председатель, наиболее сложная гуманитарная и военная обстановка по-прежнему наблюдается на неподконтрольных правительствах Сирийской Арабской Республики территориях, на восточном берегу реки Ифрат, в Идлибской зоне деэскалации и в оккупированной США зоне вокруг Ат-Танфа. Благодаря подписанию 22 октября в Сочи российско-турецкого меморандума на северо-востоке Сирии ситуацию удалось взять под контроль. Предпринятые усилия позволили предотвратить масштабное вооруженное противостояние жертвы среди мирного населения. Мы давно подчеркивали, что решение вопроса с устремлениями курдов, являющихся неотъемлемой частью многонационального сирийского общества, невозможно без восстановления контроля правительства Сирийской Арабской Республики над всей национальной территорией и границей. Готовы и далее помогать сирийским властям и курдам в выстраивании широкого диалога по насущным вопросам. При этом стараемся исправить вред, нанесенный всему сирийскому обществу, теми, кто в свое время пытался сыграть на арабо-курдских противоречиях в Заефратии. Эти попытки, к сожалению, продолжаются и сейчас. Но только сегодня они сопровождаются откровенными заявлениями о наличии истинных мотивов, желании наживиться на незаконной добыче и контрабанде сирийской нефти. Хотели бы отметить, что в работе Конституционного комитета принимают участие как представители правительства Сирийской Арабской Республики и гражданского общества, так и сирийская оппозиция, в том числе контролирующая вооруженные группы. Так что все, кто искренне заинтересован в процессе определения политического будущего Сирии, присоединились к этому мирному процессу. А вот откровенные бандиты и террористы продолжают угрожать сирийскому народу. Так, подавляющая часть Идлиба контролируется боевиками из Хейет-Тахри-Расшам, листированной Советом Безопасности ООН террористической организацией. Боевики терроризируют местное население, используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, прикрываются мирными жителями, не дают им покидать Идлиб. Террористы этой организации регулярно обстреливают соседние населенные пункты, используя современные средства поражения. За октябрь зафиксировано около 600 таких нападений. Только за прошлые сутки 28 обстрелов. Имеются сообщения о казнях, задержаниях, жестоких разгонах демонстраций простых людей, выступающих против власти террористов в Идлибе. О ситуации в осажденном населенном пункте Кафр-Тахарим говорил на недавнем заседании Совета Безопасности и заместитель генерального секретаря Марк Лоукок. Еще раз хотел бы повторить. Оппозиция ведет переговоры в Женеве, а в Сирии воюют террористы. Поэтому предостерегаем от попыток выдавать этих джихадистов за умеренную оппозицию или местную администрацию. Отмечаем, что некоторые наши коллеги по-прежнему опираются на непроверенные или крайне сомнительные источники информации при анализе сообщений о якобы имеющих место атаках на мирных жителей и гражданские объекты. Мы разделяем призывы соблюдать международное гуманитарное право. Вместе с сирийскими партнерами делаем все для того, чтобы уберечь мирное население. Которые террористы используют в качестве живого щита. Однако мы уже не раз убеждались в том, что очень многие сообщения о подобных ударах на деле оказываются фальшивкой. Источники последних сообщений, к сожалению, регулярно занимаются подобными информационными манипуляциями. Поэтому доверия к этим сообщениям у нас нет. Тем более, что активные боевые действия или же масштабные операции в Идлибе в последнее время не проводились и не проводятся сейчас. Призываем всех наших коллег проявлять осмотрительность, прежде чем представлять такую информацию в качестве правды. Иначе вы, по сути, становитесь участниками информационной войны, причем воюющими на стороне террористов. Госпожа председатель. При содействии Российского центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии совместно с ООН продолжаются усилия по рассерению лагеря Рукбан. Рассчитываем, что в ближайшее время проблема находящихся там беженцев и временно перемещенных лиц будет решена. Не устаем повторять о бедственном положении в лагере Аль-Хоуль. Призываем все заинтересованные в гуманитарном благополучии Сирии стороны подключиться к работе на этом направлении. И оказанию всем сирийцам гумсодействия без дискриминации, политизации и предварительных условий. Это включает в себя не только проекты по постконфликтному восстановлению страны, но и снятие односторонних санкций в интересах нормализации жизни сирийцев. Благодарю вас. Вот так. Представитель Германии, послушав речь Дмитрия Полянского, заявил, что Россия не упомянула о соблюдении международного гуманитарного права в своем вмешательстве в Сирию. И напомнив о недавних нападениях на гражданских лиц, он сказал, что нет никаких оправданий для неизбирательных нападений. По его словам, крайне важно обеспечить, чтобы ни одно из преступлений и злодеяний, совершенных во время сирийского конфликта, не осталось безнаказанным, чтобы все виновные были привлечены к ответственности, а жертвы получили реальную справедливость, сказал он. Ну и, конечно же, ответ Дмитрия Полянского не заставил себя долго ждать. Спасибо, госпожа представитель. Я попросил слово, чтобы отреагировать на реплику нашего немецкого коллеги. Вы, похоже, не очень внимательно слушали мое выступление, потому что, например, международное гуманитарное право я упомянул. Более того, вы невнимательно подошли к теме выступления, потому что мы говорим все-таки о политическом урегулировании в Сирии, а не о гуманитарной ситуации в Сирии, это другая тема. Если бы это было так, я бы, конечно же, уделил больше внимания гуманитарной обстановке, гуманитарной ситуации, о чем, я так понимаю, вы хотели. Рекомендую вам, тем не менее, все-таки знакомиться с регулярно распространяемыми нами бюллетенями Минобороны, в которых вы увидите, как мы доставляем и обеспечиваем доставку гуманитарной помощи нуждающимся. И, поверьте, мы делаем для этого очень и очень много. Кроме того, я делаю вывод о том, что, несмотря на мое предостережение о необходимости осторожного отношения к источникам информации, происходящим в Сирии, наш коллега, представитель Германии, похоже, все-таки прочно записался добровольцам в армию тех, кто распространяет непроверенные данные о действиях России и законного правительства Сирии, забывая сообщать об их опровержениях. И демобилизовываться, похоже, вы не собираетесь. Ну, что же это ваш выбор? Похоже, сознательный. Но я вас прошу помнить, что каждое ваше подобное безответственное заявление – это лишние дни страданий для жителей Идлиба и других районов. И еще одна упущенная возможность справедливого суда над теми, кто не хочет мира в Сирии, превращает ежедневную жизнь простых сирийцев в ад. Своей риторикой вы помогаете легитимизировать их и уберечь от заслуженного возмездия, к необходимости которого вы в теоретическом плане, повторяю, в теоретическом плане, не устаете призывать. Спасибо за внимание. И вам спасибо, друзья, за внимание. Ну, а у меня на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.